Добрый вечер! Новости на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая. Коротко о главных темах этого дня. Таких нам не надо. Нет, их надо гнать в шею. А зачем оскорблять так народ? Они же народ оскорбляют, это нельзя это делать. Они для себя делают, а для народа почему ничего? Оппозиционные партии снова не позволили притворить в жизнь закон о повышении зарплат медикам, помощи пенсионерам, фермерам, предпринимателям. Кому выгодно ставить палки в колеса и доводить простых людей до грани? Был базар, стал торговый центр. Торговый центр подразумевает собой подвальные помещения, то есть это субсол, который должен предусматривать парковочные места, то есть они будут не открытые, а закрытые. То есть с крыши, то есть закрытого типа, несколько уровней торговых площадей и офисные помещения. Новое лицо столичных рынков. Власти Кишинева взялись наводить порядок в сфере торговли. Когда семья – это восемь я. Маленький герой сюжета первого в Молдове из Сен-Жирейского интерната и его сестренки обрели семью. Молодая пара не побоялась взять ответственность за четверых ребят, лишенных родительского тепла. За минувшие сутки коронавирусом в Молдове заболели еще 92 человека. Один из них вернулся из России. Таким образом, общее число случаев COVID-19 в нашей стране составляет 17 906. Между тем, еще 329 человек с вирусом справились и выписаны из больниц. В общей сложности выздоровели более 11 тысяч пациентов. Скончались 595 человек. По последним данным, 425 больных в тяжелом состоянии. Из них 31 дышит с помощью аппаратов. 1064 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные – в удовлетворительном. Ситуацию с коронавирусом обсудили сегодня утром в ходе еженедельной встречи руководства страны. Поговорим о димуаре нумору луи диказы при паркурсу септамынии precedente, но это очевидно, что, после того, как мы анализируем, что произошло, в целом, в дуумы, с этой пандемии, это очевидно, что пандемия не будет плыка rapid и имениат, в отличие от тенденции для нас в стране. Септамына трекута, в три раза, у нас был антирикорд на уровне global диказы. До сих пор коронавирусом заболели 2546 медработников. Среди лиц, у которых сегодня выявлен COVID-19, четверо работают в системе здравоохранения, из которых двое – врачи. Национальную премию для медработников, оказавшихся на передовой борьбы с COVID-19, учредят в Молдове. Такое предложение внес на заседание спецкомиссии глава Кабмина. По его словам, наши врачи совместно со Всемирной организацией здравоохранения внедрили эффективный механизм выявления и лечения инфекции. Активно противодействовали наступлению коронавируса и проводили информационные кампании для профилактики заболевания. Члены комиссии согласились с тем, что следует поощрить представителей медицинской сферы в знак признательности за их заслуги. Оппозиционная группа Канду Сандушор снова сорвала заседание парламента, в очередной раз не дав премьеру представить проекты законов о поддержке пенсионеров, фермеров и предпринимателей. По мнению социалистов, парламентская оппозиция пытается спровоцировать политический кризис, блокируя важные социальные проекты, ответственность за которые правительство взяло на себя на прошлой неделе. На новое заседание, чтобы определить дальнейшие шаги по принятию этих законов, постоянное бюро парламента соберется 8 июля. Каптинский, блокируя сложный лагун, группу парламентар Плоро Молдова, фрактиния партитулui Шорф и депутацій неафилья. Коллеги наши уже, в 3-е оры, байкотеют шеденции пленари. Три из них, в принципе, две. У них есть информация, что они будут байкотать в continuу шеденции. Требуется поговорим о том, как будет байкотать байкотом, из-за коллеги, которые просто не будут, как они не будут виноваты нищие леги, которые они стерпяты в то время общества. Эту ситуацию обсудили утром премьер Ион Кику с главой государства Игорем Дадоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной. Премьер утверждает, что у оппозиционных депутатов нет правовых оснований для блокирования социальных проектов, за которые исполнительная власть взяла на себя ответственность, и эти действия противоречат Конституции. По мнению Кику, блокирование документов, предусматривающих повышение зарплаты врачей и предоставление пенсии пенсионерам, приведёт к кризису. Большинство поправок к закону о госбюджете были сделаны в контексте пандемии COVID-19. Большинство поправок к закону о госбюджете. Премьер также говорит, что оппозиция, в особенности лидер ПДС Майя Санду, создают всевозможные препятствия, чтобы наша страна не смогла получить поддержку в 100 миллионов евро от Европейского Союза. Большинство поправок к закону о госбюджете, как и в результате лидер ПДС Майя Санду, поведением парламентской оппозиции возмущены. По их словам партии Майя Санду, Андрея Анастасия, беглеца Илона Шора и группа Андрея Анаканду, в угоду своим интересам пытаются довести людей до ручки. Позицию населения поддерживает и партия социалистов, которые утверждают, что новый альянс намеренно блокирует повышение зарплат врачам и социальных пособий для пенсионеров. Продолжение следует... Это прогул, а за прогул, соответствующая мера принимается. Если наши избранники позволяют себе прогулы, я затрудняюсь даже как это классифицировать. Я другое воспитание по дисциплине. Это не хорошо, потому что зарплаты медицинам, которые сейчас начинают с инфекционами, они очень мизерабили и они будут в голове. И для пенсионеров, в принципе, я работаю всю жизнь. Пенсия и мизерная, и лоб для существования. Поэтому я не согласен с оппозиция, которая не хочет, чтобы зарплатить зарплаты. Партия социалистов тоже выражает возмущение безответственным поведением олигархических партий, поддерживаемых политформированиями во главе с Майей Санду и Андреем Настаси, которые в третий раз блокировали заседание парламента, на котором правительство должно было взять на себя ответственность перед депутатами по пакету законов в поддержку граждан. ПСРМ поддержала предложение президента страны Игоря Дадона по этапному двоению зарплат всех сотрудников системы здравоохранения, а разрушительная оппозиция заблокировала этот процесс. Альянс хаоса Канду Санду Плахашора также заблокировал выплату 700 леев более 660 тысячам пенсионеров, которые ждут этой помощи обещанной главой государства Игорем Дадоном, сказано в сообщении социалистов для прессы. ПСРМ также разделяет недовольство фермеров, которые ожидают от государства дополнительной финансовой поддержки в размере 100 миллионов, а также других категорий населения, которым будут выгодны проекты, заблокированные парламентской оппозицией. Тысячи семей военнослужащих лишены надежды на участие в программе примакассы из-за блокирования со стороны депутатов Альянса хаоса. Из-за политических капризов оппозиции не будут выделены и 50 миллионов леев на создание новых рабочих мест в 16 районах страны, подчёркивает ПСРМ. Правящая партия социалистов заверила, что вместе с правительством Иона Кику и президентом Игорем Дадоном будут найдены решения, которые помогут гражданам справиться с этим кризисом. Штефан Гацкан в полном порядке и скоро вернётся в Молдову. Об этом врач сам рассказал в очередном видеоролике, который опубликовал сегодня утром на своей страничке в соцсети. Депутат также заявил, что отзывает своё заявление из генпрокуратуры, в котором утверждал, что его запугивали. На прошлой неделе Штефан Гацкан подал жалобу в генпрокуратуру, заявив, что на него якобы оказывают давление и запугивают, чтобы он сдал свой мандат депутата. Гацкан утверждает, что на прошлой неделе заявление было подано из соображений безопасности, но теперь всё вернулось на круги своя. Напомним, 30 июня депутат ПСРМ Штефан Гацкан, избранный в марте по ханчешскому избирательному округу, заявил, что покидает партию и присоединяется к группе про Молдова. Заманчивое предложение уйти из фракции ПСРМ поступило якобы от представителей партии Шора, которые, по некоторым данным, предложили ему полмиллиона евро. Гацкан отказался от денег, об этом впоследствии заявил глава государства Игорь Дадон, который утверждает, что врач лично сообщил ему о давлении, которому он подвергается. Впоследствии депутат попросил у президента обеспечить его охраной, чтобы безопасно покинуть страну со своей семьёй. 1 июля Штефан Гацкан сдал свой мандат депутата, но объявил, что продолжит сотрудничество с социалистами. Столичные власти приступили к ликвидации последствий проливных дождей, прошедших на выходных. Больше всего пострадала улица Данте-Алигерия на Ботанике, где как раз сейчас идёт ремонт. Рабочие прямо перед дождём подготовили гравий для укладки асфальта, но потоки воды его размыли, образовался овраг. Ситуацию усугубили и прорывы в ливнёвой системе. Гравий и куски асфальта, которые унесли потоки воды, также повредили защиту газопровода, что помешало дорожникам приступить к наведению порядка. Продолжение следует... Представители притуры Ботаники говорят, что улица Данте-Алигерия в столице будет полностью восстановлена. Данте-Алигерия на Ботанике. Данте-Алигерия на Ботанике. Продолжение следует... Продолжение следует... В Кишинёве понадобилась помощь спасателей для откачки воды из нескольких подвалов на улицах Тудора-Владимиреску, Зелинского, Калея-Ешелор и в пригороде в Дурлештах. Также им пришлось вытаскивать из водяной ловушки застрявший грузовик на улице Варницы. Кроме того, проливные дожди повредили несколько участков дорог в Буценах, Негре и Софии Хынчешского района, а также в Малештах, Ханские, Чигирленах и Лавенского. Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают ущерб на местах. Власти приходят на помощь фермерам и предпринимателям, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Землевладельцы, оставшиеся без урожая из-за засухи или заморозков, возможно, смогут воспользоваться определенными льготами при выплате банковских кредитов, которые им пришлось брать, чтобы продолжить работу. Министр сельского хозяйства Ион Пержу заявил, что в одном только Бессарабском районе из 400 с лишним тысяч гектаров, засеянных осенью, более половины пострадали от засухи и заморозков. По словам чиновника, больше всего стихийные бедствия затронули центральные и южные районы. Министр сельского хозяйства сказал, что на текущей неделе проведет дискуссии с представителями банков о предоставлении определенных льгот фермерам при выплате кредитов, процентов и пени. Столичная премьерия получила первый транш кредита на покупку 35 новых троллейбусов. Об этом Ион Чубан заявил на своей официальной странице в соцсети. Почти 55 миллионов леев на эти цели предоставил муниципалитету один из местных коммерческих банков. Отметим, что из 35 троллейбусов пять будут сочлененными или гармошками. Общая стоимость проекта составляет 130 миллионов леев. Мэр столицы также добавил, что чиновники и советники доработали техзадания и для покупки 100 новых автобусов, а тендер будет объявлен в ближайшее время. Сейчас в троллейбусном парке насчитывают 389 троллейбусов, а в городском автобусном парке – 143 транспортные единицы. Базарные склоки в Кишиневе. Столичный мэр Ион Чубан утверждает, что директор буйканского рынка «Дельфин», объявив о закрытии предприятия, пытается тем самым шантажировать городские власти. Ему не по душе решение эвакуировать стоящие на тротуаре рядом с рынком киоски. Предтор буйкан Вадим Бронзанюк уточняет, глава частного рынка указал, что закрывается на неопределенный срок с 7 июля, поскольку территория нуждается в ремонте. Так или иначе, проблемы начались сразу после того, как было объявлено о необходимости убрать с пешеходной зоны цветочные ларьки, у которых уже истек срок авторизации. Предтор считает, что это шантаж чистой воды, поскольку в документе причины закрытия указаны туманные. Возвращение следует... 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 У них есть мама, папа и даже двое младших братьев. Пара молода, энергична и готова поставить на ноги теперь уже шестерых детей. Всем стараются уделять равное количество внимания и ежеднев научить чему-то новому. Будучи из многодетных семей, супружеская пара хотела взять ребенка из приюта. Что их будет столько, конечно, не рассчитывали, но дети им приглянулись, добрые, отзывчивые. Сначала забирали на выходные, познакомиться поближе, а потом прикипели к ним душой и сердцем и решили, что расставаться больше нет смысла. Сейчас Татьяна как наседка, которая всегда носится со своими цыплятами, а ей и в радость. Детей много не бывает, считает девушка. У Андрея теперь есть своя комната, где он, как говорит, чувствует себя гораздо комфортнее, чем в стенах детского дома. Аргументы веские. Играть теперь Андрей может, когда захочет, его в этом охотно поддерживают младшие сестры. Он не забывает и своего тезку из центра временного размещения «Солнечный луч», с которым несколько лет был «Не разлей вода». Мы решили узнать, скучают ли мальчики друг по другу. У Андрея Санду дела тоже идут в гору. Мальчик всегда любил спорт больше, чем учебники. Осенью, если пройдет спортивные экзамены, его ждет зачисление в Республиканский спортивный лицей-интернат, где тот сможет заниматься греблей на каноэ. В центре временного размещения «Солнечный луч» сейчас находятся 12 детей от года до 13 лет. Да, именно находятся. Жить надеется администрация центра. Они все-таки однажды смогут в любящих семьях. Центр временного размещения «Солнечный луч» действует с 2008 года. Дать новую семью детям может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в Управление социального обеспечения. В декабре Первый канал в Молдове совместно со своим российским партнером отправил на Кремлевскую елку. В Москву 12 ребят из интернатов Молдовы. В их числе были два друга – два Андрея из Санжирейского детского дома. Дом музея Пушкина восстановят к осени. Такое обещание дал глава государства на встречу с Вадимом Дрелинским, новым директором музея. В работах по реставрации музейного комплекса примут участие специалисты из Санкт-Петербурга. Проект должен быть завершен в сентябре, когда исполнится 200 лет со дня, когда великий русский поэт был выслан в Бессарабию. Игорь Дадон пообещал оказать музею, который является важным мостиком между народами и культурами Молдовы и России, всю необходимую поддержку. Сегодня в Молдове вспоминают жертв сталинских репрессий. 71 год назад за несколько часов более 35 тысяч человек, среди которых женщины, дети, старики и лучшие специалисты своего времени были сосланы в лагеря Сибири и Казахстана на принудительный труд. Многие из них домой так и не вернулись. Премьер-министр Ион Кику сегодня возложил цветы к памятнику жертвам сталинских депортаций. В связи с этим Днем памяти и глава государства Игорь Дадон выступил с призывом к единству. Президент уточнил, что, анализируя трагедии прошлого, мы ни в коем случае не должны позволять кому-либо сеять раздор и ненависть среди граждан Молдовы. Напомним, для того, чтобы получить ежегодное пособие жертвам депортаций в размере 1000 лев, предлагаемое каждое лето, необходимо подать заявление в территориальное отделение Кассы социального страхования. Граждане, проживающие на левом берегу Днестра, также могут обратиться за этой материальной помощью. Кроме того, согласно законодательству, пострадавшие могут воспользоваться некоторыми бесплатными медуслугами, включая компенсацию лекарств. Пенсионеры, например, могут обратиться за помощью стоматологов в изготовлении зубных протезов или взять путевку в санаторий по символичной цене. Жертвы депортаций также получают ежемесячное пособие в размере 500 леев. Драматичными оказались минувшие выходные для двоих малышей из Кагульского района. Годовалый ребенок из Сера-Волень отравился моющим средством. Второй случай произошел непосредственно в Кагуле. Там трехлетний Кроха получил интоксикацию пестицидами для обработки виноградной лозы. Пострадавших детей доставили в столичный институт матери и ребенка. Сейчас состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Полицейские проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства обоих инцидентов. А далее коротко о других происшествиях дня. Алкоголь и безответственность водителя привели к очередной трагедии. Этим утром у села Минджир Ханчешского района в аварии погибла 27-летняя девушка. Одна из двух пассажирок машины, за рулем которой находился пьяный 31-летний мужчина. Вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшая приходилась водителю родной сестрой, пострадавшая подругой. По данным полиции, водитель не справился с управлением. Автомобиль вынесло на обочину, где он перевернулся. Ведется следствие. Еще один любитель прокатиться с ветерком под шефы спровоцировал ДТП, в котором пострадал его пассажир. 20-летний житель Трокиевского района, употребив спиртное, взобрался в седло мотоцикла и дал по газам. Но удержать ревущую машину не сумел и врезался в забор. Его 16-летнего друга, сидевшего сзади, отбросило на несколько метров. Парень в больнице, а вот горе водителю грозит штраф до 67 тысяч леев и лишение прав на несколько лет. Еще один забор пострадал в ДТП. В результате столкновения двух автомобилей на столичной улице, одну из машин отрикошетила в электроопору, а затем в ограждении музея истории и этнографии. Виновному грозит штраф до полутора тысяч леев и шесть штрафных пунктов. А на столичной улице Петриканской грузовик въехал в ведущую впереди маршрутку. Находившиеся в ней водители-пассажир госпитализированы. Обстоятельства выясняют. Сегодня утром в столице загорелся микроавтобус. Инцидент произошел на улице Юрия Гагарина в районе ЖД вокзала. Пожарные оперативно потушили пламя. К счастью, никто не пострадал. Пламя охватило транспорт около восьми утра. Инцидент сняли очевидцы и разместили видео в соцсети. Огонь повредил лишь переднюю часть автомобиля. Лишние вещи водителя были вовремя эвакуированы. Правоохранители выясняют все обстоятельства. Столичные полицейские задержали 22-летнего уроженца Страшен за хулиганство. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания. По данным правоохранителей, преступник в состоянии алкогольного опьянения выломал входную дверь и вломился в центр жертв семейного насилия, выхватил нож и напал на 48-летнего сотрудника. Свою вину дебошир признал. Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Пограничники, отвечающие за заповедный участок резервации Прутол-Дежос, задержали четырех граждан Молдовы, занимавшихся браконерством на озере Белеу. У них было обнаружено 370 рыб и 16 сеток из моноволокна общей длиной 1350 метров. Документов, позволяющих отлов рыбы, у них, соответственно, не было. Задержанным 23, 38, 44 и 64 года. Во всех зарегистрированных инцидентах на каждого человека был наложен штраф в размере 12 условных единиц. Кроме того, представители Когольской госэкологической инспекции также были проинформированы об ответственности за ущерб, нанесенный государству. На сегодня это все. С новостями «Первая в Молдове» вернется завтра. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!